Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем разные темы, на которые я говорил слово. Занятия были в Потеряевке, 90-е годы. Вот следующая тема – тщеславие. Обращаюсь к старости деревни Игоря Александровича Барабашу, чтобы он пошел к батюшке и переговорил, что когда батюшка находится здесь в воскресенье, чтобы он вел эти занятия. Потому что от некоторой особой я уже не раз слышу такой разговор, что вроде бы и захватил тут какую-то власть я. Батюшка тут вроде никто. Вроде бы, что он только на подхвате, а всем заправляю я. Ну, может, где-то и заправляю, может быть, мне это и по чину положено. Считай. Но относительно проповеди – это прерогатива батюшки. Это его тут паства. Я хочу, чтобы все вставало на свое место. Я проповедник не по должности, а это все делаю только единственное по ревности. Ревности. Ну, договаривайся. Ревности. И мои статьи везде подписаны во всех газетах. Православный проповедник Игнатий Лапкин. Мне из-за границы пишет священник старый, что он такого звания и не слышал никогда, чтобы в православии так было. И за рубежом за 60 лет никто так не подписывался. И в московской патриархии тоже никто так не подписывается. За мной же это закрепилось, и при том так естественно, и оказался я опять в единственном числе, вне конкуренции. А значит, и соревноваться мне не с кем, и сравнивать себя с живыми просто не с кем. Первое коринфянам. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Это обязанность священническая. А моя обязанность в печи класть, в коров пости, старожить, плотничать, собак дрессировать, по морям плавать. Вот за это вместе с меня и спрос. А проповедь для других это вовсе не мое занятие. Я не профессионал по диплому. Везде берусь за то, где явно никого нет. И потому не составляю никогда в жизни никому никакой конкуренции. В картине показывают, как матросы зимний дворец штурмовали, как матросы на ворота лезут. Ничего же этого не было. Власть и корона просто валялись на полу. Большевики ничего и не штурмовали. Так и я подобрал то, что валяется никому не нужное. Не нужное. Не нужное. Прям заедаешь слова. Мне тошно уже. Я все время зову нашего батюшка отца Иакима прийти к нам в университет, где я веду занятия. Но он уставший и не едет. Идет. Не идет. Не идет. Только один раз он пришел с нашим епископом Евтихием. И все. Отметился. И здесь я все время настаиваю, чтобы зимой батюшка проводил занятия. И сюда его постоянно приглашаем. Но он благословляет и говорит, иди, проводи. И разговоры эти пошли на пустом месте. Вот им дал сам батюшка. Он бы прекратил при желании их все сразу. На ползунову в Барнауле он ревнует о собраниях после службы так. Ты проводишь тут собрания дольше, чем моя служба. Я тут что, вроде бы одни паки-паки и одно кадило. Я же говорю, ты сам так поставил. Зовешь тебя, тебе все некогда. Да и то правда. То больных на дому причащать, то умирающих зовут в больницу, то в реанимации крестит Дусью Суханову. Он на колесах все время, то в Новосибирск, то в Рубцос, кто в Ишим, в Москву. Он постоянно в пути. Мы делаем общее дело. Если бы просто по бумажке читал я проповеди, тогда бы и разговора не было. Претензий не к храмовым моим проповедям, а именно к занятиям в лагере Стани. А тут уж я хозяин, тут моя власть полная. Занятия с записью слышанного в тетради. Здесь идут курсы повышения квалификации христианина. И сегодня снова затрону не просто больное, и просто от тщеславие. А от тщеславие в Потеряевке. Вот почему слово и живо, и действенное. Библия вся на слуху и в жизни применима. В жизни что? Применима. Давай. Корчино меня не интересует так, потому что там ни одного нашего человека. И они не верующие, они меня не касаются. Не касаются. Касаются. Здесь деревня с нуля строится. На принципах православия. И старинных благочестивых русских обычаях. Я ревную об этом, потому что я слишком многое вложил в это дело при самом его зарождении. Мне нельзя не ревновать. Куда бы я тут ни пошел, куда бы ни посмотрел, везде вижу плоды прикосновения моих рук. И говорю это не потому, что мне нужна какая-то от кого-то слава. Ибо от некоторых из вас, кроме пинков и плевков, я почти ничего не получал еще. Спрашивают меня сегодня, как я эту тему выбрал. Давно ли она возникла? Вчера вечером, когда послушал, как разговаривает Миша Никитин, Михаил Витальевич, и этим была вызвана эта тема. Она выплыла, ибо практически уже нетерпимо, чтобы ее не осветить. Слово тщеславие происходит от двух слов. Чета, напрасно, даром. И слава, тщеславие. Любовь к славе. Безосновательная, на пустом месте. Сначала рассмотрим, что об этом говорит святая книга Библии, жития святых, и как всегда коснусь конкретно вас. Прямо называй по именам, по фамилиям. В храме этого делать нельзя, а здесь занятия. Частная лавочка, здесь все столы мои, моя крыша, мои скамейки. Вы мои, и веду занятия, как частное лицо. Никто меня не уполномачивал проводить сегодняшнее занятие. Общая благословенная грамота мне дана. И от митрополита Виталия, и от епископа Евтихия, и от батюшки отца Якима. В храме я тоже могу проповедовать, как чтец. Но я стараюсь этого избегать, чтобы избегнуть порицания. Сегодня послал человек пять к батюшке, чтобы он зафиксировал официально, что занятия идут здесь, по его благословению. И он не придет. Скажи, Игорь, как это было? Говорит Лужков Игорь. Мы стали у батюшки просить благословения на наши занятия. Он же сказал, у вас все есть. Благословения от митрополита, от Евтихия. И тем более, что вы чтец. Вы и обязаны теперь это делать. Игорь Лапкин. Нет, чтец и не обязан. Я только в церкви могу читать. Игорь. Но батюшка сказал, что чтец должен проповедовать и учить, но не составлять конкуренцию священнику. Я по-другому ставлю вопрос. Но говорится, что проповедовать я могу в храме, но не в присутствии епископа. Об этом написано в нашей книге «К истинному православию» в главе о благовестии. Мы сказали ему, что тут идут разговоры, что я у него якобы власть выхватил. Да, сказали. Он говорит, идите и не выдумывайте, чего не следует. Он никаких разговоров не слышал и ничего не знает. На них не стоит обращать внимания. Сколько там человек было? Игорь Барабаш, Виктор Савченко или Елена Барабаш? Вы подтверждаете, что так все было? Все отвечают, что именно так и было сказано. Я другого и не ждал, но хотел еще раз намазать хулителей и недоброжелателей наших. Нет у батюшки ревности проводить эти занятия. Я всегда говорил, идите по соседним деревням. Празднуем уже десятилетия нашего пребывания здесь, и никто с места не сдвигается. Евангелизации нет. Ищите себе ревность и о том просите у Бога. Слово «Счастлавие» встречается в Библии 16 раз. Посмотрим, когда и кому оно применимо. Встречаю перешедшую православие Пятидесятницу Ксению Степанову Авраменко и спрашиваю. Давно ли была в аптистов? Была. А что ты возьмешь от них? Одно «Счастлавие». 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 Трудная жизнь была у этой старой девы. Ее арестовал НКВД. И она 10 лет была в лагере по совершенно надуманному обвинению. Что, будучи девушкой, работая проводницей в поезде, она будто бы желала победы немцев в войну, чтобы потом выйти замуж за немецкого офицера. Придумать это надо все в Барнауле. А я это в книге читал. «Чудом выжила, там обратившись через Пятидесятника. Но мы с ней много встречались. Я сохранил на память ее голос, где она рассказывает о страшных делах в лагере и стране. Она видела баптистов страшное счастлавие в том, что они отвергли святых отцов. Они вообще никого не признают, а только повторяют, что им откроют Дух Святой. Как понимать Писание? И вот она ходила к баптистам, а мы ходили у баптистов, сидели и молились. Она из Пятидесятников пришла, православная стала. Мы у нее на дому проводили занятия. И ни разу ей не говорили, переходи в православие. Это я для сегодняшнего говорю, которое называется миссионерские отделы. Они никакие. Они вообще не нужны. Это как чири гнойные. Заражает людей только. В первую очередь, у тебя должна быть нежность, мягкость, ненавязчивость, молитвенность, самое главное. И образ жизни непостыдный. И сейчас славится каждый своим откровением, в кавычках. Если я вам говорю из Писания, то толковать не пытаюсь даже, но ссылаюсь на святых отцов церкви. И занимался ими не один год, и начитывал на пленку их труды. Могу подтвердить, что это были воистину святые люди. Были благодатными трубами Святого Духа. Духа Святого. Зачем перекидываешь местами? Духа Святого. Зараза какая в тебе это тоже. Царь нос задрал, начал возноситься. Его пророк по повелению Божию пришел и обличил. Но он его не воспринял. И тогда пророк сказал, второе про Липоменон. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк сказал, знай, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Понятно, как ты говоришь, знаю, что решил Бог погубить тебя. Понимаешь, вот какой ты безразличный, амебный, медузный, такой ты и считаешь. Даже так считаются эти слова. Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это сие и не слушаешь совета моего. Ты в жизнь не впускаешь эти слова в полный рост. Считай дальше. Ты говоришь, вот, я побил Идумиян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. Чему тебе затевать опасное дело? Пойдешь ты и уйде я с тобою. Это вот дворкину. И ко всем тем, которые лезут в чужие государства и прочее. Пронадмевалась страна, что в Великую Отечественную войну победили. Все самое лучшее только у нас. Самое. Самое-самое всегда. И вот рухнуло. И нет тому возврата. Страна тщеславия. Все царское хулили, а сами ставят и в музеях только старинное. Поносили все это и дошли до упора. Исфирь. И пошел Мордохей и сделал, как приказал ему Исфирь. И молился он Господу, вспоминая все дела Господни, и говорил, Господи, Господи, царю, седержителю, все в твоей власти, и не противящегося тебе, когда ты захочешь спасти Израиля. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Ты, Господь, всех, и нет такого, кто воспротивился бы тебе к Господу. Ты знаешь все. Ты знаешь, Господи, что не для обиды, и не по гордости, и не по тщеславию, я делал это, что не поклонялся тщеславному Аману, ибо я охотно стал бы лобызать следы ног его для спасения Израиля. Но я делал это для того, чтобы не воздать славу человеку выше славы Божией, и не поклоняться никому, кроме тебя, Господа моего. И я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи Божий, царю Божию, Псалом 4, Не найдетесь на грабительство, и не тщеславьтесь чищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Псалит. И будет, когда Господь совершит все свое дело на Гарисионе, и в Иерусалиме скажет, Посмотрю на успех надменного сердца царя сиаиского, и на тщеславие высоко поднятых глаз тьего. Иезекииль. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Вот особенно военные говорят, вот когда идут они на параде, вот как они говорят, как вот голову, как щеканят шаг, вот посмотри, там человека-то и нет, одно тщеславие. Хотя, может, так и надо. Эти стихи относят также и к сатане, когда он еще был херувимом. Могу сказать, что мне известна уголовная среда, я там был. И вот, и вчерашний разговор Миши с батюшкой просто испугал. Кто же поселяется в потерявке, и что будет дальше? Он уехал, выехал, выехал. Со всеми такими людьми знается и проще, но сейчас отношения маленько наладились. Священник ему совершенно не нужен, и чем раньше он исчезнет, тем ему лучше. Батюшка говорит, попроси у меня прощения, что обвинил меня во лжи. Миша же даже ухом не повел. Скажете, а чем же это может кончиться? Просматривая все, думаю, что Миша должен будет сесть. И я о том предупреждал его уже не раз. Конечно, если он надумается, то можно еще затормозить, но это только через пост и молитву. Тем более, из-под суда я тебя вырвал, по милости Божией. То есть у него у отца был пистолет, пистолет он кому-то дал, и убили солдата. Вывезли солдата там из-за магнитофона где-то. Я за Мишу ходатайствовал и писал биографию ему. И он все это забыл. То есть я его из тюрьмы спас. Дальше. По делу Горбунова его уже зацепило. Убили Горбунова. И Бог только мог вывести на условную меру, ибо в деле был труп солдата Бегаева. А, солдата Бегаева, а по делу второй Горбунов. Я с ним занимался в тюрьме. А Мишу вытрол оттуда. Если ты отверг обличение, то могу повторить с пророком, что ты не жилец и не житель. Вот вчера он при всех кричал на батюшку. Гордость может втихую тешиться. А тщеславный обязательно с публикациями своего я. Вот Аман и Мордыхей. Они принародно вступили в битву. Два змея. Яков. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Глата. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать, друг другу завидовать. Сафоний. В тот день ты не будешь срамить себя ни к всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславица, тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Вот что они заканчивали, вот они миссионерский отдел, где-то одно тщеславие, ничего там нету. Просто дыра в преисподнюю. Филиппийцам ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрый почитайте один другого высшим себя. Нельзя знать, что такое горькое, если не знаешь, что такое сладкое. И познать горькое трудно, кто живет в сладости. Добро это Бог, а зло это отсутствие Бога. Что такое тщеславие? Это отсутствие смирения. Еще раз посмотрите этот стих, что выше. Не может же Виталий считать меня лучшим механиком, чем он сам. Я могу только грязь с гусеницей у него счищать. Миша говорит батюшке, что он приехал сюда разбогатеть. На это батюшка говорит, нет, здесь это вряд ли будет, если по-честному. Но из голоду никто еще не умирал здесь. Цель здесь другая, и если воровать будешь, то разбогатеешь. Но воровать начали не мы, а у нас. Я предупредил его прийти на эти занятия. И он или пренебрег, или от стыда и от страха не пришел. Все, кто не приходит на занятия, они слухами начинают кормиться. И буйство постигает их. Вот Миша только сказали что-то, ну прямо там на воровстве захватили ребенка, у него сын. Сын матерился там где-то. А кто это заложил? Ну все, блатное. И ничего нельзя сделать, ничего. Так и выехал. Выехал. С этого перекупает мясо, привозит, продает и ну такое все. С этого начинал Саша, на этом и сгорел. Вы продолжаете те же самые грабли против своего лба настраивать. Здесь, сейчас, здесь хотя бы и на 100 магнитофонов записывайте, а записанные никому не давать, пока я не разрешу. Кто сегодня записывает, поднимите руку. Слышали все хорошо? Это соблюдать и не выворачивать по-другому. Иначе выключите. Всех спрашиваю, согласны ли? Однажды Адольф Гитлер Шикель Грубер сказал, музыку заказываю я, а танец поведете вы. Вот сейчас Миша сам только может все записывать. Если же он не пришел, то ему уже не давать и прослушивать. Я еще ни разу никому не запретил записывать то, что я где-то говорю, даже дома. Эти Маковейская. Не отомщай нам за нечистоту их и не накажи нас за осквернение, чтобы нещеславились беззаконники в мыслях своих. И не торжествовали произношение языка своего говоря. Мы попрали дом святыни, как упирается дом из скверны. На нашу общину они все лезут везде. У вас епископа нет, батюшка неблагодатный, то есть всякую мерзость говорят. А сами сейчас не знают, кого поминать. Патриарха уже многие не поминают. Вы придете к тому, что я говорю, к другому нельзя прийти. И позавидуете нашей свободе дивной, удивительной. Миша, как совершенно мирской человек, поступил. А мог бы подбежать уже в пути ко мне и сказать, я вижу, вы недовольны мной. Скажите, как я должен бы поступить, что мог бы сделать, чтобы дело поправить, каким местом писания этот поступок мой можно будет оправдать. Даже вообразить трудно, чтобы так могло случиться. Ну а все же, после службы забегает Никитиным. Таня дома. А почему тебя нет в храме? Она, как всегда, сморщенная таким стонущим голосом. Да я болею. Голоском. Голоском. Да я болею. А как же ты болеешь? Вижу, что работаешь, сидишь. Да вот у меня тут облепиха, я хочу ее перебрать скорее. Так неужели в храме труднее молиться, чем облепиху накручивать? А во время службы, я вижу ее нету, и вышел из храма и пошел к ней. Времена Златоуста тоже в храм не приходили. Его прихожане имели отговорку в храме душно, жарко. Он же им говорит, что в храме прохладно и воздух чистый, а на стадионе целый день под палящими лучами солнца и в пыли от колесниц задыхаетесь и никто не болеет. Иногда погибает прямо на стадионе. То шаба в рот залетит, то самолет рухнет на трибуны, то драки пошла моя болящая Танюша, легко пошла и все дорожку к храму старит. Я ее упрекаю, вы слишком поздно пришли в храм, никакого навыка и никакой ревности вообще нет. Ты пришла уже к старости твоей души, ты не привыкла ходить в храм и молиться, ты не как наша мать, выжимая из себя раба греха и читать разные романы и смотреть телевизор целыми днями, для этого ничего не надо, это все мирское. Ты три минуты на книгу потрать в начале и в конце посмотри, и если нет ничего божественного, ты ее проводи в печку и уйди. Вот осиряне умножились в силе свои, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцы пеших, надеются на щит и на копье, и на лук, и на прощу, а не зная того, что ты, Господь, сокрушающий брани. Безбожники нашу уверенность на Бога считают тщеславием, что мы не пляшем под их дуд. О, христиане! А христиане говорят так. Так, премудрая Соломона. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Это они о нас так говорят. Но придет день суда Божия последнего, и тогда они увидят, с чего лишились, преследуя верных слуг Божиих, премудрая Соломона. Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием. В начале века многие возлагали надежду на искусство, на интеллигенцию, на народовольцев, на крамольников. Дальше. Премудрость. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Даже если ты узнал что-то, то знай, где молчать, где говорить. Не высказывай свою мудрость всю сразу. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Вот это перебивает, когда дети, когда стоят, пальцами шевелят, вот так вот. Это значит не работа. То поясок теребит, то платочек. Возьми руки плотно, ни одном движении не выдавай. Внутреннее вот это расстроенность. Вот что-то ерзает, ерзает, скется, говорится, сучит ногами. Зачем это? Дальше. Вчера в лагере мы долго разговаривали и вижу, что употребляют слова и не знают, что в Библии есть и другой смысл этим словам. Притом один раз только это сказано. Что такое смирить? Третьяков решил Наталью своим непослушанием и непокорностью смирять. Так и сказал, я буду ее смирять. А как ты будешь ее смирять? А чтобы ее не возносило, а то она над братьями возносится. Тогда слушай, что значит смирять. Это означает переспать с нею. Мой Игорек и глаза на верхнюю полку завел. А Наталье дай только повод посмеяться. Вот что такое тщеславие молодого человека, и куда оно его подвело в второзаконе. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленами женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет себе пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего, и матерь свою продолжение месяца. 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 Хотя месяц и все больше нету. Как крокодил, глотаешь ее. И после того ты можешь войти к ней и сделать с ее мужем, и она будет твоей женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро, и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Видишь, какое слово смирил-то? Когда люди делают хорошо дело, тогда уныние будет удалено от тебя. Если не будет порядка, тогда внесут люди в свой порядок, но уже по анархии. Баптисты отвергли крестное знамение, говорят, что не написано в Библии, чтобы рукой креститься. Но вот мы читаем, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Спрашивая их, как они поднимают руки? Отвечают, никак, как же так, вы же любите Библию, потупились. И что интересно, когда под тщеславию они отвергли все церковное наследие, то сразу же ввели свое. Глаза зажмурять на время молитвы, руки в замок на животе складывать. Когда они читают Камаградеша, Сенкевича, Генриха, то место, где говорится, что Петр, апостол, осенял людей крестным знамением, они тщательно затушевывают. Спросил, зачем же вы это делаете? Отвечают, что у них этого нет. Вот и весь сказ про хваленную святость. 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 А это плоды тщеславия, что сами все знаем, оказалось, что занимается подделкой. Сегодня тщеславие касается Веры Федоровны. Ни у кого столько грамоты нет, кандидат медицинских наук, и даже от Миши я могу какой-то совет получить добрый, а от нее за пять лет ни одного совета, ни разу. Нужно, чтобы она никогда не возникала. Или мирская мудрость в ней ее все задавила, или никогда не обращалась за мудростью к Богу. Все на какую-то жалость выявляет и при глупой совете выдает на то, чтобы человек не вылез из своего погибельного состояния. Все на энергию берет от земли. Заступиться ей все время нужно за кого-то, как Надежде Васильевне. Какое бы решение ни выносили, она всегда будет против. И нет толку никакого. Или ее не приглашать на собрание? Тем более, в деревенскую казну не платит и фактически давно уже не член деревенской общины, согласно Уставу. Съехала, выехала. Человек должен быть движимым духом святым, а не парами картофельными. Да. Не вмешивайтесь в чужую ссору, не тщеславьтесь своими мирскими знаниями, а смиряйтесь. Притча. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Она везде, где бы не видела, двое раз говорит, она обязательно... Не трожь ее, она хорошая. Тщеславь альпинистов. Другая рекорд ставит на совокупление. За шесть часов 650 мужчин пропустило. И специальные камеры стоят, фотографируют. Она дает интервью, как тренировалась специально для этого. Другой машину доедает, или сорок яиц проглотит за минуту, иной полтора быка съел. В свободном состоянии кожей живота может обернуться вокруг корпуса своего. Только бы его записали в эту книгу рекордов. Книга «Стеславие и гибели душ». Рассказ про лягушку-путешественницу. Как она закричала, что ее утки несут на прутике. И слышит, что люди кричат. Кто же это придумал? Это я придумала. Ну и сразу хлопнулось в болото. По «Стеславию» погиб «Титаник». Поставить рекорд и потонули все. Башня Вавилонская построена по одному «Стеславию». Наполеон шел ради «Стеславия». В природе более тщеславного, чем индюк, видимо, трудно найти. Решил я его исследовать немного. Попросил хозяйку индюков Любу поймать одного. Поймали. Он вдруг покраснел, потом посинел, побледнел и сделался раза в два меньше. Все перья опали и с цепля под носом ушла в тюбик. И сам притворился каким-то больным, как я, и лежит. Мы его же оставили и ушли, а он все лежит. Полглаза на нас смотрит, с жизнью расстается. Страсть как похож на нас. Из правителей последнего времени более тщеславного, чем Леонид Ильич Брежнев, вообще не найти. Каких только наград он не выключил себе по миру. И маршальский жезл, и звезду, и четырежды, и даже пять раз герой. Смешно и обидно за нацию. Когда ему дали кортик, он, говорят, ткнул его в ножны. Чуть даже попытался подпрыгнуть и говорит, так по-детски, как матушкина юродивая Ольга с болезнью Дауна. Вот дослужился. Вот дослужился. А вернее было сказать, дожился. Сгружил из ума. Перепис. Да и все почитаю четою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Все ваши штиблеты и котлеты спецстоловых крайкомовских. На дух нам это не надо. И бесплатно. Как образец этого, кто не тщеславится, это Бауэр Севастьян, Володя Пенкин, Капульсина Татьяна и другие. Они как бы и не видят, что о них говорят или что добрые делали. Тут же и забывают. И так тщеславие есть грех и немалый. Тщеславный человек духовно не развивается. У него хвастовство и борьба за свой авторитет безумно развиты. Он боится самого малого поклепа в свой адрес. Даже подозрения, что его в чем-то худом заметили. Он умирает за свою славу, за свою честь. Друзей настоящих он не имеет, потому что у него дух соревнования. Даже когда они вдвоем останутся. Таня, ты, Миша, все это хорошо перескажи и здесь записывай. А не скучно сиди, подпиршись рукой. Это она, жена его, Мишина, Никитина. Да в церковь беги с болезнью. Болезнь это не льгота, чтобы в храм не ходить. А как раз совсем наоборот. Дверь открыта туда больному, особенно рано. Примерим. Когда мы вчера были на собрании на улице возле храма. Кто бы мог еще так заноситься на батюшку, как Миша? Игорь мог бы? Нет. Митя не мог. Нина, Андрей не мог. А вот Вера могла разговаривать и более того. Не говорю о матушке. Это стрекор бы наплетет в раз. Ильич Ков Николай мог бы грубости наговорить. Женя бы про себя косорылился и сопел, а на своем бы стоял до смерти. Меня не будет. Вы это еще раз потом прослушайте. Если батюшки не будет здесь, вообразите, что тут будет. Священник не будет здесь. Вообразите, что тут будет. Священник даже и будет наездом какой-то. Но он не наш. Он не будет так вникать во все отношения наши. так помогать. Батюшке сто лет бы еще и жить надо, чтобы сохранить то, что с таким трудом начато. Ну и все, оторвано. Видимо, кассету надо переменять было. Он Игорева перевернул и тут дальше оторвано. Не полное. Они по полтора часа занятия эти были.